Турция без войны не выстоит. Она в состоянии агонии. Её нужно немедленно оккупировать или разбомбить. Кому? Кому? Окупировать кому? Во-первых, нужно срочное решение об исключении её из блока НАТО. Во-вторых, с востока пойдут армянские и курдские дивизии, а с запада греки и болгары. Если вы должны влезть в Турцию, начать войну с блоком НАТО, у них не будет шанса, если мы войдём на территорию Турции, не участвовать в этой войне на стороне. У них пятая статья. Они подписаны договором. Чтоб вы уперлись в пятая статья. Она хоть раз, хоть один час действовала? А хоть один кто действует? Никогда пятая статья устава НАТО не будет действовать. Это Турция, никто не вступится. Ни за Турцию, ни за Францию, ни за Германию. Это липовая статья. Она никому не нужна. Такие же есть договора у нас о взаимной помощи, о военном. Бояться ничего не надо. Раздолбать Турцию, чтобы её не было вообще никогда больше. И чтобы русский флаг взвился над многими государствами. И бояться не надо. Они нас боятся. Они будут бежать. Пока будут беженцы в Европе. Пока никто никуда не бежит. Мы и не будем нам давать возможность создавать Сунистан. Не дадим такое. Биться будем. Боевать. Бомбить. Бомбить и бомбить. Понятно вам? Нет. И вы испугаетесь. Четыре миллиона человек. Да, четыре миллиона человек. Не четыре миллиона. Николай Васильевич. А базы боевиков. Да базы боевиков. Не турецкий народ, а турецкие военные объекты. Появляется всё. Николай Васильевич, скажите. Амитет нас сопротивляется. Вот вы говорите каждый раз...